Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Этим роликом мы начинаем новый цикл видеоуроков, посвященных истории нового времени. На нашем канале уже есть цикл, посвященный истории древнего мира для тех, кто учится в пятом классе или интересуется этим периодом истории. Для шестиклассников у нас есть цикл история средних веков. В 2022 году осенью мы записали цикл роликов видеоуроков для седьмого класса по истории нового времени 16-17 веков. Сейчас мы начинаем цикл роликов для восьмого класса и этот цикл будет посвящен 18 веку. Так уж получается, что наша школьная программа достаточно часто меняется. Долгое время, период восемнадцатого века рассматривался в курсе новой истории в седьмом классе вместе с веком шестнадцатым и с веком семнадцатым. Сейчас ситуация поменялась, восемнадцатый век выделен отдельно и в курсе истории России и в курсе мировой истории восемнадцатый век изучают в восьмом классе. Поэтому наши ролики в первую очередь адресованы тем, кто учится в восьмых классах или учит учеников восьмого класса. Но конечно же мы будем давать материал так, чтобы он был интересен и для тех, кто просто интересуется мировой историей. За основу плана наших роликов мы взяли учебник под редакцией Юдовской. Тот самый классический оранжевый учебник, который используется в наших школах. Но сегодня одним из таких популярных, набирающих сил учебников является учебник под общей редакцией Мединского. И частично материал из него мы тоже будем брать в качестве дополнительных сведений. Ну а теперь давайте, собственно говоря, к нашему курсу. Тема первого видеоролика «Мир к началу восемнадцатого века». Мы должны с вами поговорить о том, каким был мир к тому моменту, когда начинается вот этот самый рубежный восемнадцатый век. Когда я в свое время изучал историю, для меня вот этот век действительно был таким своеобразным рубежом. Рубежом, когда Европа и мир застыли в таком определенном равновесии, плавно, почти незаметно, переходя к какому-то совершенно новому миру. По окончании восемнадцатого века наступает эра стремительного прогресса. Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый век — это века, когда человечество ракетой устремилось ввысь в своих технических возможностях, в своих знаниях, в своем количестве и так далее, и так далее, и так далее. Восемнадцатый век — это век, когда вроде бы еще все эти изменения не очень видны. Но есть такая наука-философия. И в философии есть такой раздел, который называется «Диалектика». Диалектика — наука о том, что любой предмет надо изучать в его развитии и взаимосвязях со всеми остальными предметами. У науки-диалектики есть несколько законов, один из которых — закон перехода количества в качество. Он говорит, что если постепенно, потихонечку, незаметно накапливаются всевозможные изменения, рано или поздно эти изменения приведут к очень серьезным, коренным преобразованиям. Это как со спортсменом. Он может долго и упорно тренироваться раз за разом, раз за разом, проводить большое количество тренировок и в один прекрасный момент достичь такого пика формы, чтобы выйти и выиграть какой-нибудь серьезный турнир, когда количество твоих тренировок переходит в качество твоей игры. В жизни людей этот закон диалектики, переход количества в качество, работает точно так же. И вот 18 век — это как раз период, когда накапливаются потихоньку, как будто бы из-под воль не очень явно все вот эти изменения, которые потом и приведут к стремительному рывку человечества к звездам. То есть 18 век — это век, когда изменений немного, но они постепенно перерастают в нечто большее. Если мы посмотрим на то, каким был мир к началу 18 века, мы увидим, что мир уже начал развиваться весьма и весьма неравномерно. Уже к концу 17 века самый маленький континент земного шара — Европа — стал обгонять все остальные. Специалисты по географии тут мне, конечно, скажут, что вы, Алексей Вячеславович, ошиблись. Неправильно назвали Европу континентом. Европа — это часть света, а континент называется Евразией. Да, вы абсолютно правы, но мне кажется, что серьезной ошибки в том, чтобы назвать Европу континентом в историческом смысле, все-таки нет. Так вот, эта самая маленькая часть света — Европа — к концу 17 века, к началу 18 века набрала самые быстрые темпы развития по сравнению со всеми остальными частями света. Что касается Азии, там происходили сложные процессы. Великие азиатские державы испытывали определенные трудности. После разгрома под Веной в 1683 году зашаталась могучая Османская империя. Если ранее она набирала силу и расширяла свою территорию, то теперь Османская империя погрязает в ворохе внутренних проблем, а во внешней политике вынуждена защищать собственные границы. Набравший силу в 17 веке Иран, бывшая Персия, тоже постепенно клонится к своему упадку. Прошла свой пик и Индийская империя великих моголов. Да, она еще пока сверкает великолепием, но уже все заметнее и заметнее становится проникновение в Индию европейцев, которые в скором времени, в 18-19 веке, всю Индию превратят в европейскую колонию. Китай и Япония постепенно закрываются от европейского влияния на долгие годы, отрезав себя от тех технологий, от тех знаний, которые могли бы принести европейцы. Понятно, что правители Китая и Японии, принимая такие решения, запрещающие торговлю с иностранцами, запрещающие иностранные миссии на своей территории, действовали, руководствуясь своими интересами. Они опасались, что набирающая силу Европа и Китай и Японию может превратить в свои колонии и пытались как-то этого избежать. Но с объективной точки зрения, вот такое закрытие для Китая и Японии сыграло отрицательную роль. Главное, пожалуй, различие Европы и стран Востока в этот период, это то, что на Востоке сохраняется традиционное аграрное общество, которое еще можно с полным основанием называть феодальным. Европа же за 16-17 век во многом со своими феодальными порядками закончила, перешла к процессу построения нового индустриального капиталистического общества. В Америке еще сильны, могучи и обширны Испанская и Португальская колониальные империи, но и другие европейские страны уже стремятся расширить свои владения на американском континенте. Набирают силы колонии Англии, Франции, Голландии. Даже небольшие европейские страны, которые ранее совершенно не были замечены в колониальных устремлениях, к 18 веку хотят иметь заморские владения. Стремятся к получению заморских владений Швеция, Пруссия, даже маленькая Курляндия, располагающаяся на территории нынешней Латвии, в Прибалтике, и та стремится получить свои колонии в новом свете. Экономическое развитие Европы в 16-17 веке определяется очень сложным, важным процессом, когда зарождается и развивается новое общественно-экономическое устройство. Оно называется капитализм. Давайте вспомним. Капитализм – это такой общественно-экономический строй, это такое устройство общества, которое основывается, во-первых, на господстве частной собственности на средства производства. Это означает то, что средства производства, то, с помощью чего можно производить товары и услуги, находятся в частном владении – земли, фабрики, заводы, станки, оборудование. У всего этого есть хозяин, и зачастую этот хозяин – не государство, не крестьянская община, а какое-то частное лицо или группа частных лиц, какая-нибудь частная компания. Второй признак капитализма – это товарное производство с целью извлечения прибыли. Что значит товарное производство? Это производство на продажу. И капиталист, предприниматель нового мира, в первую очередь заинтересован в том, чтобы произвести как можно больше и продать это как можно дороже, потому что его главная цель – это получение прибыли. Частная собственность, товарное производство, стремление к прибыли возможно только в условиях рыночной экономики без серьезного государственного регулирования. Конечно, такое случается очень и очень редко, всегда, во все времена, так или иначе, государство стремится контролировать экономическую сферу общества, но в 16-17, к началу 18 века европейская экономика еще имеет все признаки свободного рынка, который не очень-то регулируется государственными чиновниками. Ну и, наконец, четвертый важный признак капитализма – это эксплуатация наемной рабочей силы. Капиталист получает свою прибыль, потому что на него работает наемный рабочий, который задешево продает свой труд, и часть этого труда капиталист не оплачивает. За счет этого он получает свою долю в произведенной стоимости, в произведенном продукте, и эта доля является прибылью капитализма. Так вот, в Европе к 18 веку капитализм набирает обороты. Это не значит, что все европейские страны уже встали на путь капиталистического развития, но мы знаем, что как минимум в двух странах Европы, сначала в Голландии, а затем и в Англии, произошли буржуазные революции, которые очень способствовали развитию вот этого нового, на тот момент весьма прогрессивного общественного устройства. Это сегодня мы с вами живем в мире, в котором капитализм во многом исчерпал свои возможности. Об этом говорят уже даже с самых высоких трибун, говоря о системном кризисе капитализма. Тогда, к началу 18 века, капитализм имел очень много положительных черт, в первую очередь стимулируя производство товаров и услуг. В погоне за прибылью капиталист производит все больше, 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 растет производство, развивается экономика, сильно меняется жизнь людей. Причем меняется в более комфортную, в более удобную, в более безопасную сторону. По сравнению с предыдущим феодальным строем, капитализм, конечно, явление гораздо более прогрессивное. В системе капитализма, который складывается в Европе, огромную роль играют заморские владения. Те самые колонии, к получению которых стремятся практически все крупные европейские страны. Потому что колония, с одной стороны, это место, куда можно продавать задорого свои собственные, произведенные на своей территории товары. Это называется рынок сбыта. С другой стороны, колония, это возможность задешево получать те ресурсы, которых в твоей стране, в метрополии, нет. Но для того, чтобы добывать ресурсы в колониях, для того, чтобы обогащать страны этими колониями владеющие, необходимы рабочие руки. И поэтому идут и идут через Атлантический океан, к берегам Америки, один за другим вереницей корабли, наполненные черным деревом или черным золотом. А попросту говоря, рабами-неграми из Африки. Очень дешевый рабский труд, труд рабов-негров, позволил накопить Европе огромные богатства. И в 18 веке вот эта самая работолговля еще будет и будет продолжаться. Торговлю с колониями в своих руках держат крупные частные компании. Во многих странах Европы, в Голландии, в Англии, во Франции создаются крупные компании, которые торгуют с Индией или с Вест-Индией. Их так обычно и называют Ост-Индские компании, они торгуют собственно с Востоком. И Вест-Индские компании, которые торгуют с Америкой. Просто Америку тогда часто называли Западной Вест-Индией. Вот эти вот частные компании, созданные крупными предпринимателями, зачастую используют и государственные субсидии. Немало европейских правителей личными средствами и государственными средствами вкладывались в капиталы вот таких крупных частных компаний. Экономическая жизнь во многом определяла и политическую жизнь Европы. Мы видим, как в течение XVI-XVII веков в Европе нарастает процесс создания национальных государств. Заканчивается феодальная раздробленность в Англии, во Франции, в Испании. Страны объединяются вокруг единой королевской власти. И вот такие вот государства, построенные по национальному признаку, во главе которых стоят короли-абсолютисты, это главный признак Европы XVII и XVIII, наступающего XVIII века. Что интересно, даже в тех странах, в которых сохранилась феодальная раздробленность, как, например, в Италии или в Германии, появляются свои центры притяжения, крупные владения. В Германии, например, это Австрия и Пруссия. Кстати, что интересно, в нашем курсе, вот этим вот новым германским государством, Австрийской империи, королевству Пруссия, мы посвятим отдельные ролики. Ранее про них мы в наших курсах не говорили. Именно в XVIII веке эти государства начинают играть серьезную роль. А на самом европейском континенте главную роль играет Франция. В это время во Франции на престоле король солнца, знаменитый Людовик XIV, он был, что называется, милитарист и вандал. В том смысле, что очень много воевал, пытаясь расширить свои владения. И только-только закончив одну из самых крупных войн в XVII веке, войну так называемой Аугсбургской лиги, Людовик XIV готовится к новым войнам. XVIII век станет веком войн, в которых коалиции, то есть союзы, объединения разных европейских стран будут с упоением воевать друг с другом. Вообще в европейской политике господствует идея равновесия. Не должно быть какой-то одной страны-гегемона, и если кто-то набирает слишком большую силу, остальные европейские державы объединяются против него. В данном случае таким объектом всеобщей нелюбви является Франция Людовика XIV. Англия к этому моменту самая, пожалуй, экономически развитая страна Европы. Ей удалось в конце XVII века выиграть экономическое противостояние с Голландией. В 1688 году голландский правитель Вильгельм Аранский становится королем Англии. И на какое-то время Голландия и Англия объединяются личным королевским именем. Один и тот же человек и правитель Голландии, и английский король. Это, а также победы в знаменитых англо-голландских войнах, дали Англии возможность перетащить к себе немалую часть экономически активного голландского населения, которые теперь предпочитают селиться в Лондонском Сити, а не в Антверпене или в Амстердаме. Англия стремится к господству на морях, понимая, что тот, кто господствует на морях, тот и владеет мировой торговлей. А мировая торговля – это область, которая приносит фантастические прибыли. И для того, чтобы сохранить свое господство на морях, владычество в мировой торговле, Англия готова действовать любыми способами. Не случайно именно в 18 веке впервые ярко проявляется та идея, тот принцип английской политики, который гораздо позднее очень красиво сформулируют. У Британии нет постоянных союзников, а есть лишь постоянные интересы. На континенте европейском вырисовывается новое серьезное противостояние. Теперь главный противник Англии – это Франция. И что интересно, конфликт между Англией и Францией будет происходить не только на полях Европы, немалая часть этого конфликта будет перенесена за море в колонии. А на востоке Европы в этот момент, к концу 17 века, появляется новая серьезная сила. Россия – московское царство, которое уже в 17 веке играло немаловажную роль в европейских делах, теперь возглавляется очень интересным персонажем. Юный московский царь, как назвал его один исследователь, мальчик с кошачьими усами, Петр, готовится полностью поменять российскую жизнь, сделав ее более европейской. А Европа с удивлением смотрит на этого самого русского царя, который приезжает в Европу в составе великого посольства и не стесняется лично строгать доски на голландских корабельных верфях, овладевая мастерством кораблестроителя. Если мы говорим о политике, то практически на протяжении всей человеческой истории политика очень тесно связана с войной. Не случайно в 19 веке знаменитый исследователь и военный теоретик Карл Клаузевиц скажет, «Война есть продолжение политики иными средствами». Мы с вами уже знаем, что в 16-17 веке Европа постоянно воевала, война стала привычкой европейской. Но в 17 веке серьезно меняется облик полей сражения, уходит в прошлое красивая, закованная в железо рыцарская кавалерия. Эпоха рыцарства заканчивается. Вместо этого главную роль начинают играть пехотные части. Происходит сначала Пороховая революция, когда главным оружием становится огнестрельная. А потом и в общем военная революция, лидерами которой стали сначала Голландия, а затем и Швеция. В ходе этой военной революции на место наемных армий позднего Средневековья и раннего Нового времени приходят постоянные армии. Эти армии теперь уже не могут содержать частные лица, даже если они обладают очень высоким графским или герцогским достоинством. Постоянную армию под силу содержать только государство. Не случайно уже в 17 веке в одной из самых лидирующих с точки зрения военного искусства стран Европы в Швеции складывается первая в Европе система наборов в армию на принципах рекрутской повинности, когда в армию отправляют новобранца с определенного количества жителей. На военных полях Европы все более возрастает роль огнестрельного оружия. Тяжелые мушкеты, легкая полевая артиллерия, тяжелая осадная артиллерия теперь становятся по-настоящему царицами полей. Вместо крупных пехотных соединений, больших баталий, составленных из тысяч человек, на полях сражений начинает господствовать линейная тактика. Солдаты, вооруженные огнестрельным оружием, выстраиваются в несколько линий, предпочитая в первую очередь бой не холодным оружием, а перестрелку. Сильно меняется осадное дело. Уходят в прошлое высокие каменные стены замков и городов. Они становятся бессильны против тяжелых ядер осадных пушек. Появляются форты новой системы. Укрепления низкие, построенные из земли. Сильно меняется и война на море. С развитием кораблестроения все больше и крупнее становятся боевые суда. Линейная тактика господствует не только в сухопутных битвах. На море корабли тоже выстраиваются в линию, предпочитая уже не бардажные схватки, а длительные перестрелки. К началу 18 века ведущие морские державы переходят к линейной тактике на море, а для этого нужны новые типы кораблей. Их так и будут называть корабли, которые сложаются в линию. Линейные корабли линкоры. Изменения в экономике, в политике не могли не привести к изменениям и в социальной жизни. В жизни европейского общества в 18 веке мы видим продолжение тех же процессов, которые были в эпоху раннего нового времени. Старое феодальное общество постепенно разрушается. Господствующий класс, класс феодалов постепенно беднеет. Многие из дворян, особенно из мелких и средних, уже не могут прожить только за счет своих владений земельных и вынуждены искать королевской службы, а значит попадают в зависимость от короля. Постепенно, еще не очень заметно, но нарастает роль городского населения. Все больше и больше людей переселяются в города, а сами города потихонечку растут. Размываются границы между средневековыми сословиями. Теперь, если тебе удалось разбогатеть, ты успешный предприниматель, буржуа, ты вполне можешь не заслужить военными делами или государевой службой, а просто купить себе дворянский титул. Таким образом, общество перестает быть закрытым, и для наиболее успешных открываются пути к самым вершинам общественной иерархии. Развитие новой капиталистической экономики приводит к тому, что основная экономическая жизнь постепенно переходит с села, с сельского хозяйства в город, а значит, главную роль в обществе начинают играть новые классы. Во-первых, это класс капиталистов, предпринимателей. Их будут называть буржуази. Во-вторых, это тот слой общества, тот класс, который и обеспечивает буржуазии их богатство. Это наемные рабочие, которые сами ничего не имеют, но продают свою способность к труду. Вот их называют пролетариат. К 18 веку в Европе буржуазии пролетариата еще не очень много. Их не становится подавляющее количество, но постепенно, постепенно намечается все больше и больший разрыв. Разрыв в доходах в уровне жизни между богатыми слоями общества и теми, которые вынуждены трудиться, чтобы только самих себя прокормить. Буржуазия начала 18 века уже активность себя проявила в двух победивших буржуазных революциях. Именно вот этот новый слой общества предприниматели, торговцы, владельцы крупных предприятий мануфактур, они и привели к победе буржуазной революции в Голландии, в Англии. В 18 веке борьба будет продолжена в других странах Европы. Не случайно во второй половине 18 века мы увидим две грандиозных буржуазных революции, одна из которых произойдет во Франции и потрясет всю Европу, а другая случится за океаном в английских колониях в Северной Америке и приведет к созданию такого известного сегодня государства, как Соединенные Штаты Америки. Если говорить о культурной жизни Европы в тот период, то в первую очередь в Европе продолжается развитие идей возрождения. Человек по-прежнему является мерой всех вещей, но уровень накопленных за 16-17 век знаний становится таков, что ученые имеют все основания говорить о научной революции 16-17 веков. Николай Коперник, Джордана Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон и другие люди, люди науки накопили такое количество знаний, что кажется, что теперь человек может, если не все, то очень и очень многое. Продолжается познание человеком тайн природы, продолжается создание все новых и новых научных инструментов и нарастает вера в то, что человеческий разум, знания, наука, просвещение способны сделать жизнь людей в целом на планете гораздо более благополучной. 18-й век станет веком просвещения. Именно под таким названием эта эпоха войдет в учебники истории, хотя начинается вот этот период еще в конце 17-го века. В самой развитой стране мира того времени, в Англии, уже появляются философы, которых будут называть первыми просветителями. Томас Гоббс, Джон Локк. На волне эпохи просвещения в европейской культуре будут созданы многочисленные гениальные произведения. Таким образом, мы можем с вами сказать, что к 18-му веку мир подошел на разных стартовых позициях. Если весь мир постепенно отставал, то Европа потихонечку за счет своих особенностей вырывалась вперед. И главное из этих особенностей это, конечно, новая капиталистическая экономика. Европа первой вступила в ту стадию, которую историки называют модернизация. То есть переход от традиционного сельскохозяйственного аграрного общества к обществу нового промышленного индустриального типа. Именно Европа первой стала на путь перехода от феодальных к новым капиталистическим отношениям. правда в 18 веке этот процесс перехода будет происходить далеко неравномерно. О том, как это происходило, мы с вами и поговорим в нашем курсе подробно. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова